Приветствую вас. Сходя из того, что вы написали, я могу сказать вам, что, конечно, инвалидность это очень неприятно, но шизофрения не является неизлечимым заболеванием, по крайней мере, можно добиться устойчивой ремиссии. Вот. Ну, в том, что касается, словно говоря, шизофрении, да? Вот. То есть, шизофрения поддаётся, шизофрения поддаётся психотерапии, вот. И, соответственно, можно говорить о том, что вы можете жить по факту, да, по сути вы можете жить, ну, полной жизнью. То есть, можно говорить о том, что вы сможете жить, не испытывая никаких трудностей, никаких серьёзных проблем, с тем, что ваши жизни вас могут даже снять с учёт, я так думаю. Вот. Все зависит исключительно только от успешности психотерапии, от вашего желания ей заниматься, от вашего желания ей способствовать, от вашего, ну, вот, от вашего настроя, вот, и так далее. Вот. Это первое. То есть, ещё раз. Шизофрения предаётся психотерапии. Это не приговор. То есть, да, вам, конечно, будет достаточно, ну, нелегко, нелегко, но сделать это вполне себе можно и реально. Дальше, значит, так, вы пишите, что иногда из-за этого гложет депрессия. Депрессия – это другая симптоматика, это другая симптоматика совсем. И депрессия может быть как самостоятельной, так сказать, формой ещё одного заболевания вашего, например, так и может быть вторичной. Вот. То есть, депрессия может быть вторичной формой вашего изначального заболевания депрессией. Эээ, шизофрения. Вот. По сути. То есть, шизофрения могла породить депрессивные состояния. Вот. Мне кажется, что это также можно откорректировать. То есть, ну, там, в кооперации, естественно, естественно, в кооперации с врачом, кооперы вас лечат, вне всякого сомнения. Это необходимо сделать. Вот. И, соответственно, после этого уже, я думаю, будет какой-то результат, будут какие-то позитивные моменты, будет позитивная динамика. Вот. Что касается того, что вы чувствуете себя лишней, то здесь, ну, ничего удивительного нет. Потому что вы не можете реализоваться. Другое дело, что вы понимаете в бодреализации, что вы понимаете в бодреализации, да? Вот. Потому что, может быть, у вас была какая-нибудь, какая-то возможность реализоваться, но вы ее оттолкнули, потому что у вас есть какие-то свои представления о том, как вообще можно и нужно реализоваться во всех свои представления об этом, что для этого нужно сделать. Вот. Если это так, то тут, конечно, не все так очевидно, как вот кажется на первый взгляд, не все так очевидно, не все так просто. Ну, мне думается, что в целом, именно в целом, ситуацию можно отобразить именно таким образом. То есть, в целом, ситуацию можно отобразить именно вот так, вот в таком контексте, что, значит, вы пишите, как мне реализоваться в жизни, это хороший запрос на реализацию, это хороший запрос, как мне реализоваться в жизни. Это потрясающий запрос, я думаю, что очень хорошо, что он у вас есть, он у вас есть. Вот. Вопрос заключается в том, действительно ли вы хотите реализоваться в жизни, или это у вас, как бы, ну, следствие психологической борьбы и конфликта. Вот. Мне кажется, что здесь, здесь тоже, можно и нужно откорректировать этот момент, можно и нужно скорректировать данные аспекты, ну, просто потому что, просто потому что, и в противном случае не очень будет понятно, о чем идет речь. Вот. У вас есть ресурсы, вы живой человек, вы физически здоровый человек, вы можете себя, безусловно, найти. Вот. Другое дело, что это будет, ну, может быть, не так легко, да, исходя из неких предрассудков, которые имеют место быть. Вот. Ну, это всё можно преодолеть. Я не отрицаю того факта, что вам нужна поддержка, что вам нужна поддержка специалистов, что вам нужна поддержка психолога, не только психотерапевта, но и психолога. Вот. Ну, тем не менее, эту поддержку вы можете получить хотя бы здесь на сайте. Вот. Первое, что нужно, это, конечно, выяснить, что у вас вообще получается, что вы хотите делать, чем вы хотели бы заниматься. Вот. Чем вы хотели бы заниматься, что вы хотели бы делать. Вот. Мне кажется, что это очень важная история, мне кажется, это очень важный момент. Вот. Мне кажется, что с этого момента нужно начать. то есть не шизофрения, не шизофрения, не депрессивное состояние, ничто бы то ни было, не является определяющим здесь фактором. Определяющим фактором является только вот то, только что, что вам нужно, только то, что вы хотели бы. Вот. Поэтому я думаю, что на ваш вопрос можно ответить примерно таким образом. Примерно. Вот. Соответственно, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучшим мой ответ, я вам желаю всего вам самого доброго. Я вам желаю удачи и надеюсь, что ситуация успешно разрешится и вы все-таки можете найти возможность себя реализовать. Вот. Всего вам самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.